Должен ли христианин быть миссионером? Вот те знаменитые миссии, протестантские прежде всего, которые сегодня шуруют по всей планете. Я помню, например, в 90-е годы было движение «Заря 2000», по-английски «Dawn 2000». И идея заключалась в том, чтобы к 2000 году, к юбилею христианства, хотя 2000 этих лет – это абсолютно никакой не юбилей, Господь родился пораньше, а распят был сильно позже. Но идея была такая, что к 2000 году давайте, чтобы по всей планете, до ближайшей церкви было не больше получаса ходьбы. Это была протестантская идея. У католиков считается, что около 40-50 минут должно быть до храма, не обязательно пешком. Если храм дальше, чем указанное время, тогда ты можешь не ходить на мессу, и это, в общем, не грех. Но если вот на таком расстоянии, то давай. А по-русски есть чудная пословица, точнее, я ее нашел в сборнике поговорок 17-го столетия, один иностранец записал, а потом что-то я ни разу не видел. Так вот, протестантское миссионерство началось только в XIX веке, и оно действительно было параллельно созданию огромных колониальных империй, прежде всего британской. То есть здесь протестант-миссионер и купец с пушками выступали, ну, в общем, рука об руку, к сожалению, критики церкви правы. Но это только в XIX веке. А до XIX века протестанты не занимались миссионерством. Они, как и сейчас, читали то же самое Евангелие, читали завершение Евангелия от Марка, что шедше, научите все народы и так далее, и не шли, и не учили. То есть, если амиши или нравские братья уезжали в английские заморские колонии, теперь США, то это не потому, что они хотели там просвещать индейцев. Нет, они спасались от гонений. Они хотели себе создать такой эксклав замкнутый, чтобы их там, по крайней мере, не сжигали и не вешали. Сами они за собой, ну, не амиши, но кое-кто, баптисты, сохраняли право вешать и сжигать. Салимские ведьмы – это процесс протестантов над протестантками. И миссионерство до XIX века – это, прежде всего, римокатолическое миссионерство – тоже разное, потому что очень многие католики говорили, что чернокожие – не люди, поэтому нечего их крестить, и шли дебаты на эту. Тему. И были миссионеры, которые тоже шли рука об руку с крынкистадерами, с завоевателями, а были, которые шли к беднякам, к неприкасаемым в Индии. Так и в повести временных лет, когда говорится о крещении Руси, то говорится, что в Новгороде крестили огнем и мечом. Добры не крестил мечом, а путята – огнем, кажется так. Это миссионерство. Ну, все-таки Евангелие уж точно не к этому призывает. И, кстати, о крещении полян, Киев – это территория племени полян, автор повести временных лет говорит, что князь Владимир приказал и пришли, понеже благочестие его совластью сопряжено. Значит, это не было, строго говоря, благочестие. Для нас-то кто образец миссионеров? Для нас, говорящих и пишущих на славянских языках, Кирилл и Мефодий. Но ведь Кирилл и Мефодий были посланы византийским императором не проповедовать христианство среди, там, скажем, жителей, обитателей Приднепровья, а в Богемию, в Моравию. То есть, это территория, там, у историков есть некоторые дискуссии, но, в принципе, это территория нынешней, видимо, Чехии или Словении. Неважно. Важно, что их пригласил местный князь. И все вот эти вот крещения народов – это местный князь, это всегда сверху, практически всегда. Но в Евангелии ведь нет призыва крестить. Вот обратил император и вперед. А у нас даже сформировалась такая традиция на Пасху напоминать, что Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и говорит, Христос воскрес. Он говорит, ну, как это может быть, чтобы из мертвого возникло живое? И она ему пасхальное яичко и говорит, а вот так вот. Оно же как бы снаружи мертвое, а внутри живое. Ой. Все это, конечно, легенды. И мы возвращаемся к главному. Обязательно ли проповедовать? Я бы сказал так. Во-первых, придержите коней. Нету заповеди миссионерства. Более того, историки, в том числе верующие христиане, сходятся на том, что последние строки Евангелия от Марка, где только и содержится это предписание, идите и научите все народы, что оно является допиской, что это не подлинные слова, не ипсисима верба Господа Иисуса Христа. Но, в конце концов, в Евангелии много мест дописано, отредактировано, и все равно это продолжающееся откровение Божие через дописывателей и редакторов. Может быть, самый яркий пример и самый неоспоримый – это то, что в Евангелии от Анны в IV столетии поместили рассказ о прощении, взятой в прелюбодеяние, со знаменитой моралью «Иди больше не греши, кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень». Ну, дописали. А ведь в Евангелии Господь упрекает фарисеев, что они занимаются паразелитизмом, разыскивают людей по всему миру, ну, имеется в виду, где живут евреи, по берегам Средиземного моря, в Алжире, в Италии, в Испании, и проповедуют им, но тем же самым занимался апостол Павел. То есть Спаситель исходит из того, что он проповедует, учеников посылает проповедовать, но проповедь не всегда хорошо, не всегда. И когда Господь посылает учеников парами проповедовать, то это же однократный поступок. Это же не для того, чтобы они дальше, как мормоны парами расходились и учили. Вот у мормонов из этого текста сделан вывод, что надо, а, проповедовать обязательно, миссионерствовать, каждому, во-вторых, парами. Но здесь есть как минимум два подводных камня, потому что то, что проповедуют мормоны, это не совсем Евангелие в нашем понимании, раз. А во-вторых, у мормонов, да, все взрослые мужчины считаются священниками, и поэтому должны выполнять долг миссионерства. У нас даже священники не миссионеры, и, в общем, мне это кажется скорее нормальным. Но главные женщины исключаются. Так, может быть, начнем с того, что признаем, что и женщина человек, а? Спаситель этого не объяснял, потому что у него были более важные предметы для разговора. А у нас средняя зарплата женщины меньше, чем у мужчины. Безобразие, нечестно, подло. Давайте восстановим справедливость. Итак, еще разочек. В чем смысл заповеди о миссионерстве, о проповеди? Можно спастись, не зная Христа. Для человека, который вообще вне библейской традиции, скорее всего, можно. Для иудея, который отвергает Христа, думаю, что можно. Почему он отвергает Христа? Он не Христа отвергает. Он отвергает христианство. Он отвергает то, что мы, нашу традицию, то, что мы прожили со Христом за эти две тысячи лет. Извините, но у нас инквизиция была. И погромы были. Погромы. Был такой замечательный церковный историк в подполье, Анатолий М.Левитин. Краснов был псевдонимом, под которым он одно время писал. Его, в конце концов, вынудили уехать, где-то году в 71-м. Он был женат на тетке отца Глеба Якунина. И он трагически погиб, утонул в Швейцарии. Гулял по мосткам, человек был подслеповатый. И он свою автобиографию начинал с такой экспликации, что вот сто лет назад думал ли калужский архиерей, проезжая по улицам Москвы и видя задрипанного нищего еврея, что у них будет общий внук. У него действительно один дедушка был архиерей, ну, принимал монашество, уже вдовцом дети были, а второй – еврей. Никто не мешает. Но погромы были. Значит, одни наши предки громили других наших предков. Так-то, что мы проповедуем? Апостол Павел проповедовал, он считал себя иудеем от иудеев, он не говорил «я христианин». Он обращался к иудеям. А к язычникам он обращался уже чуть-чуть иначе, не обязывал их обрезываться, соблюдать диетарные предписания иудаизма. Так и развивалась духовная жизнь и материальная жизнь набожных людей. Это все очень непросто, мягко говоря. Но важнее другое. Важнее то, что заповедь идти и проповедовать не означает, что вы будете иметь успех. Может быть, главная проблема византийского православия, мы часто читаем гимны, «во всю землю из-за иди вещаний их». То есть апостолы проповедовали и украсили и обратили Вселенную. Но теперь мы же знаем, что это не была Вселенная. Это даже не была вся планета. Вселенной, Экумены, жители тогдашнего Стамбула, Константинополя, считали очень небольшой кусочек земли. Китайцев тогда было больше, и индусов тогда было больше. Никогда христианства не было религии большинства населения планеты. И, кстати, византийское православие не так уж рвалось за новообращенными. Завоевал – покрестил, а не завоевал – ну, понятно, почему сопротивлялись завоевателям, не хотели еще изменять о своей вере. Сегодня, конечно, уже руки короткие – завоевывать. Но сегодня, ну, в общем, считается неприличным. Чересчур миссионерствовать. Сколько я видел раньше объявлений, сейчас уже не до объявлений, там, миссионеров просят не звонить, проповедников просят не обращаться, проповедников и камебоежеров просят не обращаться. Вот так вот даже. А вспомнил золотое правило этики – не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебя. То есть, ты хочешь, чтобы к тебе в метро подошел свидетель Иеговы или мормон и проповедовал тебе то, во что он верует. Нет, скорее всего, я точно знаю, большинство людей, ой, в начале 90-х не хотели и Белого Братства, и Сера Бурмалинова. Все возмущались. Ну, что такое? Я не возмущался. По-моему, это было нормально. Но если ты не хочешь, чтобы тебе проповедовали без твоего согласия и разрешения, то и ты тогда, батенька или матушка, изволь тоже помолчать, пока к тебе не приползут на коленях и не скажет «Ответь! Объясни!» В евангельские времена было довольно иначе. Но я еще раз скажу. Спаситель пришел не проповедовать и учеников посылал не проповедовать, а нести крест. Значительно чаще он отсылал от себя людей и говорил «Нет, не следуй за мной, у тебя вон большое поместье, ты не дорос, надо от него избавиться. А сегодня только ищут какого-нибудь миллионера, ну, Темплтон знаменитый, британский миллионер, который раздает миллионные деньги на проповедь христианства, а верующих все меньше и меньше. И это еще одна причина задуматься, стоит ли проповедовать. Проповедуешь, проповедуешь, интернет, как появился, почти сразу заполнился сотни тысяч книг, написанных великими проповедниками-миссионерами до отца Александра Мения и Антония Блума включительно. А верующих подъем там в начале девяностых в России, а потом резкий спад, который продолжается даже до сего дня, говоря словами повести временных лет, то есть преподобного Нестора. Даже до сего дня. Чем больше мы проповедуем, тем меньше верующих. Так может призадуматься, может связь прямая, и дело не в том, что мы не так проповедуем, а вообще может быть дело в том, что мы проповедуем, вместо того, чтобы, какой бы, вместо того, чтобы человечица, быть человеком, быть спасенным человеком, святым человеком. А проповедовать, вон, включите интернет, искусственный интеллект, быть проповедовать, только уйдите подальше, а то веру потеряете. Это был Яков Кротов, Москва. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok